Бывает, смотришь на ночное небо, и среди ярких звезд замечаешь белый крупный объект. Все вы не раз его видели, и все мы прекрасно знаем, что это не какой-то белый объект, это Луна. Она бывает видна не только ночью, ее можно найти и днем. Кстати, это фотка настоящая. Луна действительно может иметь голубой оттенок, но это очень редкое явление. Луна когда-то могла стать планетой, на ней могла появиться даже жизнь, как на Земле. Только что-то пошло не так, и теперь Луна не планета, а спутник Земли, причем единственный. Существует несколько гипотез происхождения Луны, но самое известное гласит о том, что Луна образовалась из осколков, которые появились после гигантского столкновения Земли и Теи, планеты, чьи размеры схожи с Марсом. Предполагается, что это событие произошло 4,5 миллиарда лет назад. Тогда о жизни на Земле не могло идти речи, ведь Земля тогда выглядела вот так. Такой же раскаленной была и Луна. А что мы видим сегодня? Земля теперь не раскаленная, а абсолютно пригодная для жизни, ведь здесь очень хорошие условия для существования. А что с Луной? Как вы можете заметить, сегодня Луна от Земли сильно отличается. Поверхность Луны не покрыта океанами и лесами, а покрыта смесью тонкой пыли и скалистых обломков. Луна как безжизненная пустыня, о жизни здесь не может идти речи. Не потому, что там нет ни воды, ни атмосферы, хотя это тоже, а потому, что на поверхности Луны температура безумно экстремальная. Плюс 127 градусов Цельсия в освещенном и минус 173 градуса в затемненном местах. Следует также не забывать про астероиды, которые многократно попадают на Луну. Вот почему поверхность Луны вся покрыта кратерами. Кстати, интересный факт. Хоть на Луне отсутствует вода, но есть предположение, что на полюсах у спутника есть лед. А впрочем, это уже не важно, ведь все равно с такими условиями жизнь на Луне невозможна. Единственный из всех живых организмов, кто смог побывать на Луне, это человек. И как вы думаете, задам простой вопрос. Сколько людей уже побывало на спутнике Земли? 50. 100. 150. 12 человек. Почему так мало людей, спросите вы? Все дело в стоимости. Данная экспедиция обойдется в огромнейшие средства. Сотни, а то и миллиарды долларов. Во-первых, расстояние от Земли до Луны составляет около 385 тысяч километров. Такое расстояние, на минуточку, вместит в себя все до единой планеты Солнечной системы. Во-вторых, следует помнить, что вам придется снова, по второму кругу, преодолеть то же самое расстояние, чтобы вернуться обратно на Землю. А это в сумме 770 тысяч километров. Представляете, какие нужны средства для осуществления этой экспедиции? Исследования Луны, конечно, удовольствие не из дешевых. Но сегодня что-то все-таки про Луну нам известно. Во-первых, масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Земля настолько больше Луны, что она способна вместить в себя 50 таких же Лун. Во-вторых, сила тяжести Луны в 6 раз меньше силы тяжести Земли. И равна 1,62 метра на секунду квадратный. В-третьих, Луна находится на пятом месте среди самых больших спутников Солнечной системы. Ее обгоняют только 4 спутника. Ганимед, самый большой спутник Солнечной системы, Титан, Калиста и Ио. Отгадайте загадку. Что в космосе теряет человек? Зрение, вес или память? Даю вам 2 секунды. И правильный ответ – вес. В космосе нет гравитации, поэтому ваш вес будет значительно меньше, чем на Земле. А знаете, почему я неожиданно начал загадки? Я вас готовлю к безумному факту, о котором мало кто из вас слышал. Вы знали, что каждый год Луна отдаляется от Земли на 38 миллиметров. Кажется крохотным расстоянием. Но вот представьте, что через 1 миллиард лет Луна отдалится от Земли на 38 тысяч километров. Тогда я вам скажу, последствия будут плачевными. Но не следует паниковать и готовиться к концу света. Это произойдет лишь через 1 миллиард лет. Может и раньше. Но пока все в порядке. 38 миллиметров – не такое большое расстояние, чтобы это как-то повлияло на нашу планету. Поэтому все хорошо. Но вот что произойдет, если Луна исчезнет вообще? Во-первых, можете забыть про солнечные затмения. Ведь, как вы все знаете, они случаются, когда Луна закрывает Солнце. А так как Луны не будет, то и не будут происходить солнечные затмения. Во-вторых, климат на Земле резко поменяется. Луна – это не только спутник. Еще это стабилизатор Земли. И благодаря этому Земля удерживает наклон оси в 23,5 градуса. Благодаря этому наклону, грубо говоря, у нас есть лето, зима, весна и осень. Если бы Луны не было, то не было бы и стабилизатора, который удерживает Землю в таком положении. Земля начала бы изменять свою ось. И это кардинально поменяло бы климат на Земле. Пострадали бы не только люди. Однако и вся экосистема. В-третьих, без Луны не было бы приливов и отливов. Ведь они напрямую зависят от нашего спутника. Ну и, пожалуй, самое главное. Если по какой-то причине Луна исчезнет, то наше ядро перестанет двигаться и вовсе затвердеет. Это повлечет за собой исчезновение магнитного поля Земли. А без магнитного поля Земли наша ближайшая звезда Солнца просто разрушит нашу планету. Ну и это не все. Без Луны наша Земля подверглась бы жестоким бомбардировкам со стороны астероидов и прочего космического мусора. Вот, однако, какая наша Луна – единственный спутник Земли, без которого жизнь на планете Земля была бы невозможной?